Здравствуйте, дорогие мои, сегодня я предлагаю приготовить тарталетки, которые можно использовать при подаче салатов или паштетов. Для приготовления необходимо 150 г холодного сливочного масла, можно даже немного подморозить его в морозильнике, 250 г просеянной пшеничной муки, половина чайной ложки сахара, половина чайной ложки разрыхлителя для теста, треть чайной ложки соли и для связки теста можно использовать одно яйцо, два желтка, вместо яйца можно использовать сметану или мягкий творог, примерно 50 г. Также нужны будут какие-либо формочки, у меня металлические в виде корзинок, размер на ваше усмотрение. Формочки могут быть любые, в виде лодочек, квадратные, овальные, какие вам нравятся. В муку добавить сахар, разрыхлитель, соль и все перемешать. На крупной тёрке в муку натру холодное сливочное масло. В процессе натирания буду перемешивать его с мукой, чтобы оно не комковалось. Также масло можно порубить ножом. Полученную смесь быстро руками перетирать в крошку. Если хотите можете смешать мукой и масло с помощью блендера. В полученные крошки сделайте углубление. Добавьте сюда яйцо, желтки или сметану. Замесите тесто. Если тесто у вас не замешивается, можно добавить столовую ложку холодной воды. Очень долго его не месите, главное чтобы получился вот такой хороший комочек. Полученное тесто заверните в пленку или просто накройте пленкой посуду и пока уберите в холодильник. Подготовьте формочки, смажьте каждую растительным маслом или другим жиром и присыпьте мукой. Тесто не должно прилипать, но лучше на всякий случай это сделать. Выкладываю тесто на подпыленную мукой стол и раскатываю. Толщина раскатки 2-3 миллиметра. Дно каждой корзиночки нужно густо наколоть вилкой. Все корзиночки нужно убрать на 20 минут в морозильник. Оставшееся тесто перед вторичной раскаткой нужно положить в холодильник на полчаса, а если оно вам больше не нужно, то кладите его в морозильник до того момента, пока оно не понадобится. Перекладываю замороженные корзиночки на противень и ставлю в разогретую духовку на 10-15 минут, в зависимости от вашей духовки и величины корзиночек. Тарталетки готовы, у меня на это ушло ровно 10 минут. Остыть и извлеку из формочек. Теперь можно их аккуратно извлечь. Обращайтесь с ними деликатно, поскольку тесто очень рассыпчатое и может сломаться. Тарталетки большего размера очень хорошо использовать для салатов. Эти малыши прекрасно подойдут для паштетов и несладких кремов. Вот такие тарталетки для салатов и закусок у меня получились и обязательно получится у вас. Я желаю вам приятного аппетита и вкусного праздника! Благодарю вас за просмотр и желаю успехов во всех ваших начинаниях! До новых встреч! КУХОННЫЕ ПИШКИ! КУХОННЫЕ ПИШКИ! Субтитры создавал DimaTorzok